Вот вас когда-нибудь интересовал вопрос, как выглядеть дорого? Вот меня тоже никогда не интересовал, но несколько дней назад я натолкнулась на видео из серии «Как выглядеть дорого?», «Как сделать вид, что ты выглядишь дорого?», «Как сделать так, чтобы все подумали, что ты богата и в таком роде?» И меня бомбануло. Я только увидела одно из таких видео, и меня прям понесло. Поэтому сегодня будем с вами обсуждать эту тему, и меня немножко будет бомбить. Давайте обсудим все поэтапно, и я расскажу, почему я не понимаю эти видео и не согласна почти ни с одним видео, которое я видела. К сожалению, чтобы снять вот это видео, я просмотрела много видео, чтобы примерно изложить вариант, как некоторые леди считают, что нужно выглядеть дорого. Во-первых, самый главный пункт, который почти все говорили, это, что ваш макияж должен быть нежным. Макияж без макияжа, именно тогда вы будете выглядеть солидно, дорого и изящно. Если у вас будут красные губы, очень большие ресницы, то вы понимаете, девушки, вы не сможете выглядеть, как леди из высшего общества. Я сижу такая, чего? Вот для меня, честно говоря, не знаю, как для вас, если девушка идет красиво накрашенная, с красной, четко вырисованной помадой, с красивыми стрелками. Это смотрится бомбически, это смотрится красиво. Ты действительно видишь, что идет статная красивая девушка. А как бы для меня, честно, легкий макияж, ну извините, почти все смогут растушевать коричневые тени и нанести бальзамщик для губ. В этом ничего дорогого либо дешевого нет, как и в том же время с красной помадой и стрелкой. Просто красная помада и выразительные глаза придают какую-то элегантность, как по мне. То есть девушка выглядит, вот как я и говорила, статной, но нет понятия дорого-дешево. Я вообще не понимаю, как человек может выглядеть дешево и дорого, только если по его одежде там оценивать. Я не знаю, как вот это вот выходит все. Следующий пункт был, если девушка хочет выглядеть дорого, то она должна носить такие платья красивые, аккуратные, но никогда не облегающие фигуру и не открывающие любые участки тела. И самое смешное, что я переходила на все аккаунты инстаграма этих девушек, и у них у всех обнаженка либо обтягивающие платья. Ну не противоречьте вы себе, ну нахера говорить вот эти вот офигенные, что я показываю, офигенные советы, если вы сами их не соблюдаете. Значит вы тоже дешевка, по вашему мнению, значит вы тоже не выглядите дорого. К чему вот эти какие-то лейблы? Ну вот я этого не понимаю. Все, я оголила куски рук, все, дешевка. Помада очень яркая, еще вообще блестит. Специально, кстати, накрасила для этого видео. Вообще непонятно что это, еще какие-то звездочки под глазами. Ты что, совсем больная, еще какая-то херня на голове, вообще все, дешевка. Ну просто вы знаете, вот слушая, думаешь, девушки, вам вот вообще как бы не стыдно такое говорить? Вот вообще когда говорите, вы думаете, что вы говорите? Ну как бы это не просто какой-то словарный понос, это действительно какие-то обдуманные мысли или что? Еще очень понравилось мне, знаете, если у вас покрашены волосы в любые цвета, кроме натуральных, то все, вы уже дорого не будете выглядеть. Ой, наоборот. А, да, все, какая сама запуталась. Короче, если у вас цветные волосы, ребятки, вы в пролете. Мне больше всего понравилось. Вот если у вас красные волосы, если у вас с оттенками рыжего, цветные. Ну а ничего, что у нас есть люди, как бы у которых с рождения рыжие волосы, все, они тоже в пролете. Конопатый родился до свидания, ты не будешь выглядеть дорого. А-а-а, краситься давай как брюнетку, либо в обожженную блондинку. Мне больше всего одна понравилась. Вот я недавно покрасилась в салоне, а сделала эффект, как будто у меня выгорели волосы. Видите, как выглядит натурально. Ишь, вот я не понимаю вот этих вот выставлений стандартов, дорого, дешево по волосам. Вы серьезно, что ли? Бывают люди, вот вы просто посмотрите иногда. Да, бывают действительно некоторые девушки, которые покрасят волосы в цветные краски и не следят за этим. Но ведь бывают реально бомбически покрашены волосы в какие-нибудь пастельные оттенки, голубоватые, фиолетовые оттенки. Это выглядит реально, ну просто шикарно. Когда человек действительно ухаживает за своими волосами, поддерживает цвет. Это круто, это, ну, это, ну, интересно выглядит. Это не просто обычный поддерживаешь цвет какой-то, а тебе действительно надо вложить старание, чтобы у тебя оставался оттенок. Например, светло-фиолетовый. Это сложный оттенок, его сложно поддерживать, особенно если у тебя темные волосы, а не светлые. Ну, такие вот бестерянные обсуждения. Потом следующий вариант мне просто понравился. Маникюр. Я, конечно, своим не похвастаюсь, потому что я сейчас ногти восстанавливаю после различных покрытий. Ну, как бы и не про меня речь. Видео начинают в большинстве видео, которые я просмотрела. Вот, девушки, конечно, со своими ногтями надо следить. Но давайте не будем все-таки делать огромные длинные палки и каждый ноготь делать по-разному. И твою мать, что я делаю? Я захожу в инстаграм, и я опять вижу у всех вот такие вот ногти нарощенные, с разными рисуночками, с блесточками. Чего за фигня? Вот как ногти тоже могут показать, дорого выглядит девушка или дешево. Я больше всего меня бомбит от того, кто эту мать вашу смотрит. Ну, я посмотрела, но просто потому что вот наткнулась случайно на это видео. То есть у меня не было какой-то цели. Так, сегодня я хочу выглядеть дорого-богато, но я не знаю как. Так, перейду-ка я сейчас на какого-нибудь влогера, посмотрю, что он мне там посоветует. И девушки ведь многие в видео говорят, что их просили снять такой ролик. Кто об этом просит? У кого мысль может возникнуть о том, что он хочет выглядеть богато? Просто вот эти вот все видео, которые я смотрела, таким снобизмом промпитанным, просто нереальным. Вот девушки, они хотят в этом высшем обществе быть. А сами-то, ну, боже мой, ну, покрасился этим нюдом и макияжем, оделся ты там в какую-нибудь одежду и что-то лучше стал выглядеть. То есть я и человек, который там выглядит из высшего общества, что будет очень смотреться, я убога, на фоне него буду или что? Да, у меня яркая помада. Да, у меня непонятно уложены волосы. Но, извините, это мой стиль. Это не значит, что я выгляжу херово, что я выгляжу как дешевка. Наверное, я надеюсь на это, да? То есть вот эти вот ярлыки, которые вешают, и женщин еще больше, вот эти вот блогеры, влогеры, херогеры, извините. Просто, как по мне, такие видео действительно обычных девушек, которые смотрят это, ну, заводят в какое-то самобичевание, что вот ты это не можешь сделать, тебе это непозволительно, так ты тоже не можешь купить одежду какую-то красивую, богатую. Они как там, знаете, говорят, вот давайте не будем выходить в Зару и покупать много-много разной одежды, непонятной, но типа по сезонам. У некоторых даже на Зару деньги нет. У некоторых даже на Зару денег нет. Ну вот о чем может быть речь? Да, когда человек зарабатывает по 100 тысяч на своем канале, он может сказать, вот надо ходить на маникюр, надо там каждый день делать укладочки, чтобы выглядеть дорого. Конечно же, вы еще должны ходить в одежде более-менее фирменной, либо качественной. Смотрите вообще на качество, из чего сделана ваша одежда. Я лично не могу себе позволить покупать дорогие вещи. У меня порвались штаны, я их зашиваю. Если уж совсем все порвалось, да, я покупаю новые. Ну, потому что мне никто не выплачивает 100 тысяч. Я сама должна себе работать, чтобы получать что-то и покупать. И так у большинства людей, которые смотрят это видео. Меня радует одно, что в большинстве своем под такими видео люди пишут адекватно, что ты что, сумасшедшая что ли? Ты вот вообще, как бы, откуда это придумала девушка из высшего общества? Как бы, вот знаете... У меня резинца приклеилась. Я, конечно, не скрою, что в этих видео есть какой-то и полезный посыл, да? То есть, в некоторых видео я смотрела, девушки говорят, что нужно, конечно же, ходить к стоматологу, да, следить за зубами, следить за своим дыханием. Это очень, как бы, важно. С этим я согласна, потому что, ну, неприятно говорить с человеком, да, будем говорить откровенно, у которого пахнет изо рта. У меня есть такие экземпляры. Это неприятно. Это вот просто отталкивает уже от общения. Либо тебе хочется просто отстраниться. То есть, уже близкого общения вести не хочется. Но это не показатель дорого-дешево. Это просто правила гигиены и просто слежение за собой. Почему это вносят в видео о том, как выглядеть дорого? Вот что, по-вашему, вот это вот выглядеть дорого? Как по мне, это просто опрятный внешний вид. И не важно, с ярким ты макияжем или не ярким. Это опрятный внешний вид в одежде, то есть, чтобы у тебя не было какой-то грязной одежды в пятнах, да, ну, если уж ты хочешь куда-то в люди выходить, чтобы, ну, соответственно, от тебя не пахло ни из каких мест, не только изо рта. Для меня это уже значит выглядеть дорого, если человек действительно за собой следит. Значит, у него не расковырено лицо. То есть, вот я ненавижу людей, у которых расковырено от прыщиков лицо, и видно, что это сделано самостоятельно. Потому что, ну, портит это вот какое-то вот впечатление лично у меня. Не люблю людей, которые прям сильно ковыряют лицо и даже не маскируют это. То есть, ну, такое себе. Ну, как бы для меня вот это выглядит дорого и опрятно, красиво. И нету каких-то вот этих вот рамок, что вы обязаны носить каблуки, вы обязаны носить какой-то натуральный цвет волос, у вас должен быть нейтральный макияж, у вас должна быть примерно однотонного цвета одежда, вы должны покупать одежду раз в полгода, но чтобы фирменная, дорогая, у вас должна быть нормальная, извините, элитная бижутерия. Часы 900 рублей. Ношу сколько? Лет 7, наверное. Идеально выглядит, классно, мне нравится, удобно ходит. Зачем мне тратить деньги на часы Майкл Корс, которые стоят 23 тысячи, которые выглядят примерно так? Это тоже часы. Как вот в этом отличается дороговизна? Единственное, если кто-то посмотрит, знает марку, скажут, хотя тут непонятно, я думаю, не особо много кто в марках часах разбирается, да, моего возраста. Не просто, ну, действительно, ну, это уже просто какие-то рамки переходят, вот эти советы. Просто забивают головы девушек какой-то херней. Я вот надеюсь, никто на эту хрень, я уже плохие слова начинаю говорить, да, потому что меня эта тема прям бомбанула, никто на это не ведется, потому что, девушки, это просто булшит, это полная херня. И вот этому следовать, это просто, ну, не уважать в какой-то степени себя. Вы должны одеваться, краситься, делать, вести себя так, как нравится вам, а не так, как вот приписывают залог у дорого выглядящей девушки. Сколько я в этом видео сказала дорого выглядящая, дорого, дорого, богато, богато. Ну, потому что, ну, в этом... А, все, поняла, что скрипит. В этом проявляется индивидуальность. То есть, моя индивидуальность выделяется вот так. То есть, я люблю яркие макияжи, либо просто яркие губы, независимо от глаз. Я люблю экспериментировать с этим, да. Кто-то любит экспериментировать с волосами. Это его индивидуальность, это его такая изюминка, дороговизна. Просто нужно соблюдать какие-то правила гигиены, чтобы ты выглядел приятно, красиво. И вот этих вот рамок не заводить, что все, одежда там оттуда, этот оттуда, волосы сделанные там, ресницы вообще не надо. О, знаете, что меня больше всего убило? Ладно, я уже сказала про то, что девушки сами себе противоречат. И если посмотреть по фотографиям, ничему они из своих же советов не следуют. Больше всего меня убило. Не надо никаких операций, либо каких-то уколов красоты. Вы и так красивы. Ну да, конечно, я сделала губки, но ничего страшного. Но это же только губки я вот колола. И вообще, несколько лет назад я опять колола, чтобы губки ушли. Конечно, они уже в форму не вернутся. И ла-ла-ла. Ну вот я колола, да. Ну что поделать. Ну вообще, натуральная красота это самое лучшее. Че, блин? Что? Вот, ну, у меня прям бомбит. Ну как бы, ну, ну не верьте в этой херне. Вот действительно, я надеюсь, люди, которые посмотрят это видео, пишите ваше мнение, что для вас дороговыглядящий образ и существует ли он для вас. Так что все. Заканчиваю свою супер-мега-бомешку. Я надеюсь, вы поняли меня. Пишите, что вы думаете по поводу этой темы. Смотрели ли вы такие видео? Если нет, то я вас поздравляю. Их смотреть не надо. Ничего дельного вы там из себя не вынесете. Так что я вас люблю, целую. И помните, что бы вы ни надели, как бы вы ни накрасились, вы всегда идеальны. Не слушайте тупых куриц, которые немножко не думают своей головой. Я вас люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok